Кто вырастил самый большой искусственный бриллиант и где можно увидеть монулизу из зефира? Об этом и не только смотрите далее в нашем обзоре. В Германии показали самый большой в мире искусственный бриллиант. По крайней мере так утверждают его создатели, ученые университета Аугсбург. Драгоценный камень они добыли путем испарения углерода при специальном давлении. Этот бриллиант в диаметре больше, чем камень в скипетре британской королевы, который ранее считался самым крупным. Чтобы создать такой большой синтетический алмаз, потребовалось 26 лет практики. Китайский Гурчжун организовал репетицию своих похорон, чтобы посмотреть, как по нему будут скорбеть. Запускали петарды и играл живой оркестр. Родственники и друзья 58-летнего китайца пронесли его, сидящего в гробу на кладбище. После были устроены поминки. На погребальный обед бездетный и неженатый чудак потратил почти 3000 долларов. Недовольными остались племянники. Они считают, дядюшка мог бы отложить эти деньги на черный день. В индийской деревне Кориупала Новый год по индусскому календарю отпраздновали пальбой снарядами из коровьего навоза. Сотни жителей деревни атаковали друг друга шарами из экскрементов священных животных. Навозные бомбы увесистые и многие получают травмы в ходе этой забавы. Но считается, что такие повреждения в новом году принесут счастье и удачу. В Гонконге людей на улицах развлекали американские президенты Дональд Трамп, Барак Обама и севернокорейский лидер Ким Чен Ын. Профессиональных двойников наняли специально для уличного просмотра регби-сем. Но ведьмане решили еще и пройтись улицами. Двойники мировых знаменитостей устроили в центре настоящий хаос. Толпы людей останавливались, замер даже транспорт. Публика вовсю веселилась и делала селфи. Десятки воздушных шаров поднялись в небо Британии, чтобы побить мировой рекорд. Приземлиться они должны во Франции. Организаторы решили устроить самый массовый в мире полет над проливом Ла-Манш. И скорее всего, они это реализовали. В акции использовали 85 шаров. Это в два раза больше, чем в прошлом массовом перелете любителей воздухоплавания. Но результаты должна еще оценить комиссия Книги рекордов Гиннесса. В Мэриэлэнде арт-выставка из зефира. В экспозиции 150 работ, созданных из маршмеллоу разных форм, цветов и размеров. В зале фигурки рыб, котов и принцесс есть даже картина. Это «Зефирная Лиза» – съедобная копия известной Муны Лизы Леонардо да Винчи. В этом году «Зефирное шоу» празднует свое десятилетие. Его организаторы в ожидании тысяч посетителей, любителей сладенького.